Видеоролик подойдет для владельцев операционных систем Windows 11, Windows 8, а также Windows 7. А поможет нам в этом нелегком деле программа 4Dig Data Recovery от компании Tenorshare. Отличное программное обеспечение для восстановления данных. Программа может восстановить даже то, что было удалено из корзины. Неважно, когда вы удалили этот файл. Конечно, чем раньше вы начнете восстанавливать, тем лучше, потому что информация на вашем жестком или SSD диске постоянно затирается. В общем, процесс на диске идет. Чем быстрее вы начнете восстанавливать свои данные, тем лучше. Напиши в комментарии, были ли у тебя случаи потери данных, как ты их восстановил, а также я тебя жду жирный лайк. Мы находимся на официальном сайте компании Tenorshare, и сейчас будем качать программу 4Dig Data Recovery. Что необходимо сделать в первую очередь? В первую очередь мы нажимаем на кнопку скачать бесплатно. Обратите внимание правой кнопкой мыши. Нажимаем сохранить ссылку как. И давайте выберем диск D для закачки данного файла. Если наши удаленные файлы хранились на диске C, то большая вероятность того, что данные, которые мы сейчас скачиваем с интернета, затрут те данные, которые были на диске, потому что диск постоянно перезаписывается. И процент восстановления ваших данных уменьшается. Если у вас данные были на диске C, соответственно, мы сохраняем эту программу на диск D. Нажимаем сохранить. Хочу также отметить, что данная программа способна восстановить практически любой тип файла, неважно это видео, фотография или документ. Также вы можете восстановить данные практически с любых устройств, будь то карты памяти с телефона или цифровых фотоаппаратов, а также видеокамер. Программа на каждый день. Мы запустили установщик программы. Обратите внимание на красный текст. Разработчики предупреждают, чтобы избежать дальнейшего повреждения данных, пожалуйста, не устанавливайте программы на тот диск, где ваши данные удалены. Если ваши данные удалены были с раздела диска C, вам не нужно туда устанавливать. Если ваши данные были удалены с диска D, то вам, соответственно, надо установить на раздел диска C. Мои документы хранились на диске C. Программу я установлю на раздел диска D. Я нажимаю на ссылку установка настройки, выберу диск D. Здесь я удалил диск C. Здесь мы ставим букву D и нажимаем. Друзья, помните, чем быстрее вы начнете процесс восстановления данных, большая вероятность того, что ваши все данные будут восстановлены. Отлично, у нас создался ярлык на рабочем столе. Мы можем запустить и отсюда, и с помощью ярлыка. Нажимаем запуск, и сейчас будем разбираться с интерфейсом программы. Сейчас происходит чтение с диска. Программа определит все наши устройства. Интерфейс программы довольно-таки приятный. Очень все сочетается, все довольно-таки просто. Давайте пробежимся быстренько по интерфейсу. Итак, локальные диски. Это все те диски, с которых вы хотите восстановить данные. Выберите тот диск, на котором хранились важные для вас данные. Теперь обратите внимание на раздел внешние диски. Это у меня переносной USB жесткий диск. Программа также может восстановить данные и с него. Также вы можете выбрать конкретное расположение. Например, на рабочем столе у вас хранились какие-то фотографии, папки, документы или другие файлы. Вы можете указать конкретное расположение рабочий стол. Также вы можете восстановить данные из корзины, даже если она была очищена. И вы можете выбрать конкретную папку. Например, у вас была папка фотографии. Вы зашли в нее, а она пустая. То есть вы указываете путь к этой папке. Друзья, ну что, переходим к самому вкусному. Мои файлы, как я уже сказал, выше хранились на диске C. Это были документы. Соответственно, я выбираю локальный диск C, чтобы провести на нем сканирование. Нажимаю. Теперь программа спрашивает, какой тип файлов я хочу восстановить. Если я знаю, что у моей файлы были расширения док, это были документы. Соответственно, я снимаю галочки с остальных типов файлов. Вы выбираете для себя нужный тип файлов. Теперь, соответственно, программа понимает, что я указал только документы. Сейчас она будет сканировать локальный диск C на удаленные файлы документов. Это форматы PDF, Excel, док, текстовые и другие текстовые форматы. Нажимаю сканировать только документ. Обратите внимание на подсказки. Сейчас происходит быстрое сканирование локального диска C. Этот процесс может занять несколько минут. Программа пытается найти все больше и больше удаленных файлов. Этот процесс может занять определенное время. Все зависит от мощности вашего компьютера. Ждем. Друзья, сканирование удаленных файлов программой завершено. Давайте пробежимся еще немножко по интерфейсу. Справа вы видите окно поиск. Вы можете вручную набрать ключевое слово вашего файла и воспользоваться поиском. После сканирования вам необходимо зайти на вкладку просмотра файлов. Здесь отобразятся все типы файлов. Программа автоматически раскидала по расширению файлов. Если у вас был документ Microsoft Word, например, он находится в папке DOC. Если электронные таблицы в папке Excel, если это был PDF файл, соответственно, он находится в папке PDF и другие расширения. Что здесь очень удобно. Вы можете отсортировать документы по размеру. Например, вы зашли в папку Excel, нажимаете на вкладку размер. Программа вам автоматически отсортирует найденные файлы от большего размера к меньшему. Если еще раз нажмете от меньшего к большему. Давайте зайдем в папку DOC. Вот они две папки. Также имеется возможность отсортировать по изменению документа, по размеру документа и по местоположению документа. Итак, как восстановить документ? Для этого вы выбираете нужный для вас документ. Он может находиться в любой из этих папок. Вы его, естественно, нашли. Меня интересует вот этот вот документ. Я левой кнопкой мыши конкретно выделяю данный документ. Если вы хотите выделить все, вы нажимаете вот этот вот чекбокс. Но меня интересует конкретно вот этот документ. Далее я нажимаю восстановить и указываю место, куда я хочу сохранить восстановленный файл. Я укажу диск D и нажимаю кнопку восстановить. Вы можете перейти в папку восстановленные, щелкнув по данной кнопке или непосредственно зайти через проводник Windows. Заходите на диск D, вот она данная папочка, которую создает программа. Переходите, открываете свой файл. Как мы видим, все отображается корректно. Это моя статистика на канале. Учтите, что программа 4Dig Data Recovery очень мощная, но, к сожалению, она коммерческая. На бесплатной основе программа позволяет восстанавливать до 100 мегабайт. Этого вам может хватить, но если вы хотите восстановить огромное количество данных, то я вам рекомендую купить данную программу на официальном сайте Data Recovery. Здесь есть мощная поддержка на всех языках, так что пользуйтесь. Надеюсь, этот урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.